всем привет меня зовут дмитрий добро пожаловать на канал уроки wordpress и в этом видео мы поговорим о том как добавить на сайт функционал чата и спойлер который был в заголовке скорее всего этого видео и сейчас я это повторюсь чат бесплатный у него есть неограниченная бесплатная версия на пользование одного администратора то есть если вы один собираетесь отвечать на запросы пользователей которые приходят на сайт и пишут вам что-то через виджет чата эта версия для вас подходит но она будет платно если вы хотите добавить еще несколько администраторов которые также смогут подключаться к диалогу давайте перейдем на сайт и посмотрим как будет выглядеть виджет с которым мы будем сегодня работать обзор на который мы сегодня делаем у нас есть сайт здесь есть плагин и они на него ссылочку кстати говоря оставлю в описании это мой плагин здесь контакты добавляются просто да достаточно простой виджет приятный можно изменять цвет можно добавлять по моему 15 соц сетей мне там есть различных удобная штука если что ссылка в описании и также есть виджет чата собственно который у нас сегодня на обзоре вот так он выглядит мы как пользователь можем написать привет и перейти например в нашу админ панель чата и здесь где-то найти наш чат неотвеченная привет вот нам написали да нажимаем присоединиться пишем привет я дмитрий чем могу помочь ну например возвращаемся и видим привет я дмитрий чем могу помочь кроме прочего одной очень крутой фишкой данного чата является то что у него есть мобильное приложение я возможно запишу чуть позже ближе к концу видео запись с экрана сделаю с телефона и вставлю в это видео покажу как это примерно работает с телефона невероятно крутая штука где бы у них они находились вы всегда сможете отвечать своим пользователям покупателям и другим категории юзер скажем так на вашем сайте перед началом обзора не забудьте поставить лайк и подписаться на канал чтобы не пропустить ничего более интересного чем это видео и приятного просмотра так мы переходим на наш сайт в данном случае я работаю с wordpress но вы можете использовать любую другую платформу opencart либо какую-то другую семье и точно также интегрировать виджет можно и на сайт например на чистом html ограничений практически нет в данном случае на wordpress мы переходим в раздел плагины и добавить новый в поиске ищем talk to вот так выглядит плагин нажимаем установить и активировать если не активирован возвращаемся в плагины здесь находим наш плагин нажимаем settings и есть простая очень админ панель но простая она только здесь для того чтобы виджет наш появился на сайте на во-первых нужно перейти в дэшборд и зарегистрироваться у меня вход выполняется по умолчанию но для вас нужно будет пройти простую регистрацию после регистрации у нас появится окно создания нашего первого виджета там вводим имя виджета домен адрес вашего сайта и еще несколько полей опциональных заполняем после этого переходим в настройки отображения отображение здесь может быть как по стандартным настройкам например показывать на главный на странице категорий и так далее либо мы можем кастом на выставить внедрить наш шорткод который здесь показывается на все страницы где мы хотим отображать наш виджет чата для сайтов где нужна интеграция скрипта ну например сайт на чистом html у нас там плагин мы не установим поэтому есть вот такой скрипт мы просто его копируем и вставляем туда куда нужно на этом по интеграции виджета я думаю все понятно давайте придем к настройкам дизайна таким образом сделаем для того чтобы перейти к дизайну нам также нужно кликнуть на шестеренку виджет чата знакомая на странице уже здесь встречает и здесь видим внешний вид виджета можно настроить основной цвет уже здесь но давайте придем к расширенным настройкам здесь у нас есть отображение вид отображения на десктопной версии сайта а также виджет для мобильных устройств можно изменять также есть положение как для десктопной версии так и для мобильной очень удобно вы можете устанавливать дополнительные виджеты и этот не будет мешать по дефолту сделаем дальше в основном это касается вот такого вида отображения на десктопной версии здесь можно изменить его ширину и высоту есть также минимальные значения и радиус борда радиус ну например давайте 0 сделаем видим даже наш виджет поменял внешний вид также из интересного здесь есть захват внимания например перейдем в галерея к сожалению как мы видим админ панель переведена на русский язык но захватов внимания по умолчанию здесь нет на русском языке как вы можете видеть но есть нейтральные варианты типа вот такого например то есть суть захвата внимания в захвате внимания как это не парадоксально звучит да то есть просто мы увеличиваем площадь виджета на нашем сайте объем который он занимает от страницы использовать это или нет решать вам мне не нравится если честно и последнее что мы разберем это настройки цвета здесь можно менять как основной цвет давайте сменим например на черный так и например настройки сообщений от пользователя тоже сменим на черный белым по черному в принципе то что касается визуальных настроек давайте сохраним и выйдем это все что касается визуальных настроек давайте перейдем к содержанию теперь содержание это весь текст все текстовое содержимое которое находится в нашем виджете немножко поправим окно находится она рядом с внешним видом для настройки нам мы можем опционально выбрать язык но можем этого не делать передайте перейти сразу к редактированию содержания можно например исправить заголовок здесь написано привет да у нас давайте исправим напишем более строго здравствуйся к примеру также есть обновим также у нас есть текст под заголовком например добавить текст в область привет напишите нам сохраняем и методом drag and drop просто перетаскиваем вот таким образом исправим немножко и получается вот такое вот у нас такое вот окно виджета нашего также есть несколько интересных вещей у нас есть поиск в базе знаний здесь например поиск ответов это актуально если вы хотите ответить на какие-то частые запросы пользователей на вашем сайте если вы их уже знаете или по мере добавления можно добавлять настройки базы знаний есть также в админ панели чуть позже я покажу где в принципе на этом все есть также предыдущие беседы их можно выключить это если пользователь заходит постоянно с одного и того же ip адреса и или устройство и система его определяет в этом случае он может видеть свои предыдущие чат можно отключить стройку таким образом будет выглядеть чат на этом по содержанию все ничего такого супер интересного здесь нет единственно что забыл упомянуть также есть состояние виджета у нас есть настройки расписания которым мы сразу после этого скажем пункта перейдем если вас нет на месте или вы не в сети по заданному расписанию виджет может изменять свою форму свой вид например если вы не в сети пользователь может через чат оставить сообщение сообщение вы можете связаться с ним как только будете на рабочем месте тоже довольно удобная вещь есть также при чат форму давайте перейдем к расписанию настройкам расписания расписание у нас доступно сразу под содержанием и она отвечает за показ вашего виджета в определенное время то есть например вы не работаете с 8 вечера до 8 утра следующего дня соответственно вы можете настроить расписание таким образом чтобы виджет показывался как не в сети либо он не показывался вообще пользователю чтобы не скажем получать негативный клиентский опыта либо вы можете выставить форму которую мы видели чуть раньше чтобы человек при открытии чата мог написать какое-то сообщение которое вы увидите на следующий день и пользователь не ждал что какой-то оператор вот-вот ему ответит есть настройки по умолчанию с понедельника по воскресенье с понедельника по пятницу субботы по воскресенье но есть расширенные настройки включаем планировщик и здесь мы можем выставить время работы с точностью до 15 минут очень удобно по расписанию все достаточно несложно я думаю давайте перейдем к следующему пункту это база знания покажу просто где она находится здесь мы нажимаем начать вводим какие-то настройки и здесь как бы в принципе все я не буду сильно далеко углубляться в эту тему потому что на это потребуется какое-то количество времени для того чтобы вас не задерживать на просмотре этого видео вы можете самостоятельно поковыряться если есть такая потребность и дальше давайте посмотрим на несколько еще настрой которые у нас тут есть есть вот настройки видимости в зависимости от того что вы настроили в расписании вы можете также здесь toggle button включить либо выключить ну например вы выставили что вы опять же да не работаете с 8 вечера то 8 утра следующего дня когда не в сети вы можете скрыть виджет либо показать форму которая которая была опять же чуть-чуть раньше да несколько раз к ней возвращаюсь но я думаю ничего страшного зато будет понятнее есть настройки уведомлений например здесь есть такая интересная фишка как отключить индикатор ввода текста оператором то есть если вы вводите текст вы не хотите что пользователь видел введение вашего текста не сам текст а просто индикатор ввода да то есть оператор набирает сообщение обычно пишется вы можете отключить эту фишку дальше есть звуковые уведомления и еще несколько настроек которые чуть менее важными я считаю наверное можно обозначить можете самостоятельно остановить сделать паузу на видео и посмотреть что они означают в принципе не соответствует тексту нам на сто процентов поэтому здесь нет ничего такого интересного дальше у нас есть интересная настройка нажатия поведения при нажатии извиняюсь мы можем либо разворачивать вот таким маленьким образом здесь вода у нас будет показываться виджет как работа у нас на сайте в превью в начале ролика либо показывать всплывающим окном опциональная настройка на этом все давайте дальше перейдем и у нас остается всего пара настроек которые мы с вами разберем в этом видеоролике одна из них это настройки менеджера здесь можно изменить как имя менеджера но в моем случае это просто де далее можно изменить картинку у меня это стандартная картинка одна из стандартных картинок которые здесь можно выбрать но я рекомендую все же вам наверное пользоваться реальными изображениями людей если не своими тону хотя бы из интернета скачайте чтобы было немножко более трастово немножко более доверия больше вызывало это все дело и давайте теперь перейдем к платным настройкам дополнением да как они здесь называются в админ панели из интересного они в принципе все интересные какие-то скоро появятся пока недоступны в частности перевод это вещь которую ну я наверное жду в этом чате но ее порядка года и нет хотя появилось уведомление вот такое что это скоро будет доступна еще год назад есть фича убрать брендинг она стоит 19 долларов в месяц я не думаю что в ней есть какая-то необходимость в этой фишке давайте перейдем на наш сайт показывается ли виджет сейчас нет я настройки там не выставил но неважно не настолько ужасно выглядит значок и я не вижу никаких особенных причин платить 19 долларов в месяц за это но вы можете это сделать в любом случае дальше супер фишка за которые можно наверное было бы заплатить их три раза больше это демонстрация экрана плюс голос плюс видео интересная вещь я думаю что абсолютно стоящая если вы работаете например продаете был автомобили какие-нибудь было бы здорово прямо с сайта показывать что-то посетителю то есть человек заходит на сайт пишет в чат и вы ему предлагаете созвониться по видео показываете сказать так сказать товар лицом сразу можно конечно предлагать ему перейти в вот сам там еще куда-то но не знаю насколько это имеет смысл это довольно сложный процесс когда у человека короткий путь к чему-то это всегда это всегда ему приятнее и последнее что у нас здесь есть это нанять виртуальных ассистентов я не узнавал насчет ассистентов на русском языке но я предполагаю что какое-то количество их здесь есть соответственно вы как-то с ними связывайтесь вы их обучаете каким-то принципам ответов и как бы все нанимаете да они у вас начинают работать но это также как бы платная опция поэтому рекомендую потестировать виджет самостоятельно перед тем как платить вообще за что-либо давайте перейдем к следующим настройкам и последние несколько фишек давайте разберем у нас есть прямая ссылка на чат мы ее уже видели но мы ее не касались просто давайте скопируем например и посмотрим что такое данные ссылкой можно поделиться как в социальных сетях так и где-то я не знаю в комментариях каких-то в чем-то можно также привязать эту ссылку к кнопке на сайте то есть вы не будете физически показывать виджет чата на вашем сайте но кнопки вы привязываете ссылку и у вас появляется вот ну как бы такое окно по открытию этой ссылке то есть пользователь может связаться с администрацией сайта с менеджером чата по ссылке удобно просто и последнее что мы разберем самое последнее это вот здесь настройки по удобству да есть быстрые фразы это по удобству вот например здесь у меня уже добавлен тестовая фраза не обращать внимание на текст просто как бы текст из заметок взял здесь у нас есть быстрая фраза и есть сообщение давайте вот откроем так я думаю будет удобнее быстрая фраза эта фраза которая открывается у вас в чате например вы менеджер чата давайте представим что это текстовое поле наш чат вас спрашивают в очередной раз по доставку вы подготовили для этого сообщения ответ да такой некий пользователям которые спрашивают про доставку большой подробный ответ где описывается процесс доставки время доставки и где можно отслеживать доставку для того чтобы просто не тратить время на такие вот бесполезные ответы вы забиваете слэш и пишите приветстве то есть нашу быструю фразу в этом случае у вас появляется вот такое сообщение вы можете нажать на него и ввести в поле то есть ваш ответ будет очень быстрым и большим пространным я не знаю как угодно можете его называть удобная фишка как бы здесь больше про нее нечего добавить рекомендую пользоваться если у вас есть какие-то частые вопросы вы знаете про них особенно актуально и давайте разберем также триггеры триггеры это сообщение которые показываются пользователям которые перешли на ваш сайт и вы можете установить какое-то на какую-то задержку ну например там секунд 15-20 пусть будет человек заходит на сайт у него показывается в начале виджет и через 15-20 секунд него вылазит сообщение обычно триггер раздражает пользователей но все-таки по статистике он повышает и конверсии сайта и количество взаимодействий с чатом поэтому устанавливать или нет вы можете решать сами соответственно здесь вы можете добавить несколько различных триггеров они могут показываться как по дефолту стандартно на какой-то конкретный триггер будет показываться так и могут показываться рандомно то есть тоже достаточно удобная настройка давайте сейчас перейдем к внешнему виду мобильного приложения мобильное приложение выглядит вот таким образом есть несколько вкладок у нас здесь в частности вот есть например вкладка с менеджером здесь можно настраивать свое присутствие на рабочем месте и другие какие-то вещи а также есть соответственно чат у нас ну очевидно уведомлением приходит push уведомления приходят если их настроить корректно и сейчас мы попробуем с вами чат вот здесь давайте например напишем нам пишет пользователь мы ему отвечаем как администратор смайлик отправим теперь я с компьютера отвечу с сайта привет например и в ответ отправлю смайлик то есть все работает достаточно быстро корректно никаких проблем нет давайте посмотрим как выглядит мобильное приложение в appstore к сожалению google я не пользуюсь google play и android market там что у нас еще есть вот таким образом выглядит мобильное приложение оно бесплатное тоже никаких проблем для скачивания нет на этом все большое спасибо за просмотр этого видео если оно вам понравилось не забудьте поставить лайк и подписаться на канал и напоминаю что статья с инструкцией по установке данного виджета на сайт на wordpress будет находиться в описании под этим видеороликом всем пока